Приветствую всех в школе Джобс, меня зовут Дастан. Сегодняшний эпизод будет одновременно полезным и интересным для вас, так как мы поговорим об интернет-сленге и также сокращениях. Или же, как выжить в сети. Поехали! Первое слово это viral. Оно является прилагательным и даже иногда существительным. Также говорят go viral. А переводится это выражение как становиться вирусным, то есть распространяться в интернете очень быстро. Для примера, check out this hilarious viral from BMW. Зацени это угарное видео от BMW. Окей, это было слово viral. Помните, как переводится? Конечно же, становиться вирусным. Или вирусное видео, к примеру. Viral video. Следующее слово вы наверняка знаете. Google. Оно является существительным. Но с недавнего времени также можно говорить to Google. Даже если вы пользуетесь Яндексом, вы не говорите Яндексинг. Вы используете слово to Google. Google it. Давайте теперь поговорим об интернет-сокращениях. То есть те выражения, которые используются в социальных сетях или мессенджерах. Давайте первое выражение это у нас BTW, которое означает by the way. Кстати, когда вы говорите с кем-то и хотите поменять тему срочно, вы можете использовать это выражение. BTW написать. К примеру. Hey, I heard about that new job that you got. BTW. How's the salary? Я слышал о новой работе, которую ты получил. Кстати, какая там заработная плата? Это слово вы наверняка слышали. И оно перекочевало и в русский интернет-сленг. LOL. Или просто LOL. Можно также расшифровать это выражение как laughing out loud. То есть смеяться вслух. Честно говоря, в последнее время этот акроним используется очень часто. И ни к месту, и ни к временем. Даже я думаю, что оно потеряло истинный смысл, который означает смеяться вслух. Следующее слово TBH. To be honest. Честно говоря. Сразу небольшой пример, связанный с предыдущим словом. TBH. I don't think particularly highly of people who use the words LOL on a daily basis. Честно говоря, я не очень благоприятно отношусь к людям, которые ежедневно используют слово LOL. Последнее слово на сегодня это TTYL. Talk to you later. Который переводится как поговорим позже. Или дословно до разговора. В русском языке такая фраза не используется. Но примерно она значит до скорой встречи. Окей. Используйте TTYL в конце предложения, когда вам нужно уходить и попрощаться в скайпе или в фейсбуке. Например. I have to go to class now. TTYL. Окей. Мне нужно идти на занятия. Поговорим попозже. В любое время, когда вам нужно закончить общение, используйте это слово. Надеюсь, этот рок был полезным и интересным для вас. BTW. Напишите в комментариях такие же сокращения и выражения на английском. TBH. Я бы старался не использовать такие сокращения в разговорной речи, как я сейчас, так как звучит это очень глупо. Только в мессенджере, фейсбук, телеграм или что-то типа этого. В скайпе. Но старайтесь, конечно, не использовать. А мы увидимся уже завтра. TTYL. То есть talk to you later. Bye-bye. ТTYL. 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 ТTYL.